Итак, у нас уже в гостях Самвел Саруханян, правильно все сказал. Он нам и расскажет, есть ли у нас лидеры в России и как их много. Вообще, как стать лидером в России. Здравствуйте. Мы знаем, что вы участвуете в конкурсе, да, лидеры России, и даже успели там победить. Не ошибаюсь? Победить, пройти из полуфинала в финал, в суперфинал. Расскажите, как проходило все это испытание, какие конкурсы были, какие, может, задачи стояли, чтобы добиться первенства? Ну, прошел дистанционный этап, в рамках которого нужно было пройти ряд тестов, ряд этапов дистанционных, порядка трех-четырех этапов, разные тесты, начиная от вербальных, цифровых тестов, заканчивая управленческими, на твои компетенции, навыки. Там вопросы какие-то задают или задачи решать нужно? В основном это вопросы и задачи, все решаешь в онлайне, у тебя там определенное ограниченное время. Это какие-то задачи на логику или по конституции? И на логику, немного про Россию, и много про управленческие навыки, то, как ты решаешь задачи в разных ситуациях жизненных. Какими главными чертами должен обладать успешный управленец? Наверное, три ключевые выделю. Нужно уметь мечтать о высоком. Второе, это нужно уметь заряжать ребят вокруг тебя на то, чтобы достигать этих высоких мечтаний. Третье, если ты научил их мечтать о высоком, то теперь тебе нужно создать условия для того, чтобы они это выполнили. А стимулировать как раз по второму пункту и поддерживать в них этот интерес, это каким? Кнутом или пряником методом? И тем, и другим. Каждому разное помогает. Могли вы подробнее рассказать про сам конкурс? Что вас туда привезло? Честно, привели ребята, которые в этом конкурсе участвовали, причем из нашей команды, тоже из МРИИ. Рассказали про то, как был полуфинал прошлого года, какие эмоции. Я решил, почему бы и нет, можно было поучаствовать. Поучаствовал, прошел дистанционный, прошел полуфинал. Сейчас дошел до финала. Была какая-то публичная встреча, да? Безусловно, наверное, после дистанционных этапов. Или она будет, предстоит? Это был этап, в Ростове проходил. Там собралось порядка 300 человек, лучших, из Южного федерального округа. И там, да, там были трехдневные состязания. Нужно было пересдать тесты, чтобы люди поняли, что это действительно ты сдавал. И дальше два этапа, два дня боксерских поединков, ну, примерно. То есть ты работаешь в команде по 10 человек и пытаешься всем доказать свои навыки. Я слышал, что, допустим, по сравнению с прошлым годом, там, по крайней мере, были такие задания. То есть давали там, группа людей была, им квест был определенный, кто с ним лучше справится. Вот какие задания были в этом году? Ну, квеста не было, а больше кейсы были, да, то есть кейсовые методы. Это что? То есть когда группам людей выдается задача... Какая задача в этом была? Разные, разные. Ну, вот у вас. Были задачи, там, вроде нельзя пооткрыто говорить, но из таких общих моментов нужно было, например, рассчитать приземление на Марс. Дальше понять, если вдруг станция была разрушена во время приземления, да, как ее пересобрать заново. Задача там заведомо не имеет решения правильного. Ну, нужно... Оптимизировать, может быть, да? Да, да, да. Нужно найти максимально оптимальное решение. У всех групп были одинаковые задания? Или как было, можно определить, среди задач, которые не имеют какого-то значения конкретного, но решения, кто лучше на это ответил? Ну, ты... В принципе, у нас в бизнесе тоже нет конкретного решения. Нас тоже, Мрию, там, часто ругают. Все по-разному думают, как нужно строить бизнес. Тут то же самое. У тебя нет конкретного решения. Ты находишь максимально оптимальное с твоей точки зрения и пытаешься доказать это твоему клиенту, заказчику. Ну, тогда последний вопрос. Скажите, когда уже поедете на следующий этап? С 27 по 31 марта финальный этап. Суперфинал будет в Сочи. Будем представлять Крым. Я еще один товарищ, Александр Кузнецов. И, по-моему, еще два человека прошло сейчас по здравоохранению. Так что... Желаю вам удачи, мудрости, ну и, конечно же, набраться сил к этому моменту. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а тем временем я предлагаю вам перейти к нашей следующей рубрике.